Всем привет! Сегодня хорошее солнечное утро, октябрь месяц, и мы с дочерью решили, вернее она решила мне показать, где здесь находятся велодорожки. Это для любителей велобайков, то есть у меня на канале есть, как я на старт-шоссе езжу, на советском велосипеде. Я не показываю, я тут баба Клава одет. А теперь едем на американских велосипедах, они правда не шоссейники. Ну, что есть, ребята, извините, вот так. Вот такой вот велосипед, это я потом еще, может быть, покажу. Это мы с собой ведем. А можно вот эту открутить, она мне не нужна? Или потеряется потом, да? Ну, а теперь я намешаю, когда ты едешь? Ну, я цепляю иногда бывает. Спасатель начнется. Ну, надо номер выключить. Настройка велосипедов происходит. Снять у нас не получилось, номер забыли, вход забыли. Ладно, поедем. Старенькая машина, я не знаю, ты что, ездит, наверное, еще на ней? Гаражный кооператив, ребята. Давай, Лёша, показывай дорогу. Я считаю, ну, ты, наверное, тоже, что канал, это когда разнообразие. Вот, например, ну, сравни, вот, первый канал включаешь. Да. Ты же там не только видишь, какой бы он ни был, ты же там не только видишь, например... Политические передачи, да. Политические передачи. Там и спортивные передачи. Там и спортивные. Там и едовые передачи. Да, и фильмы вам показывают. Да, и мы стараемся делать такой же контент, канал, такой же стараемся делать. Обо всем. Да, чтобы было интересно. А почему-то большинству населения нужно, не население, а людям, нужно тема какая-то. Ну, тема это плейлист, я понимаю. На одном плейлисте, пожалуйста, включил и смотри. А канал, он должен быть разнообразным. Конечно, сил и средств у нас мало, но мы стараемся. А если будет канал развиваться, если будут лайки, если вы будете делиться нашими видео, комментариями писать, канал, естественно, будет развиваться. Мы будем ездить гораздо дальше. Да. Гораздо интереснее места, например, вот, кому-то может скучноват наш Друкинг. Ну, да, он, как это сказать, а мы ничем не блестим. Да, дикий запад. Вдруг кушает в деревне, все там скучно. Хоть вам, но всем, мы рады простодушно. Потому что... Видали, как я Пушкин поплев? Да. С Натальей Лэнгой. Потому что, действительно, я не только для кого-то, например, деньгоприношение, это общение с людьми. Для меня конкретно это развивает очень сильно мой собственный круглозор. Потому что я уже в России не живу пять лет. И мне... И потому что я там хочу вернуться. Сильный ветер, можно ничего не услышать. Давай, давай. Это же все-таки моя жизнь. Я родилась в Казахстане. Выросла я в России. И это все мое детство. И мне хочется общаться с русскими людьми. Мне хочется знать культуру. Мне не хочется этого всего забывать. Конечно, может быть, я плохо, как сказать... Хочется рассказать сыну своему про всех. Домашнюю работу исполняю. То есть, своего сына не очень сильно хорошо учу русскому языку. Ну, может быть, я буду лучше. Если я буду развивать канал, я буду лучше стараться. Так что, если вы хотите, чтобы Алик знал лучше русский язык, поддерживайте наш канал. Я буду стараться делать видео. И мой тоже в том числе. Мой собственный. Да, Наталья Лэнгбин. Есть у нее такой канал. И мы будем очень сильно стараться. Главное, поддерживать, ребята. Да, ветер поднялся, мы поэтому остановились. Потому что едешь, ветер шумит. Возможно, наши рассказы плохо будет слышно. Я поближе к камере говорю. Не знаю, Наташу будет слышно, нет. Ну, будем ехать сейчас. Доедем до дома. Спасибо, что нас смотрите. Да, мы никого не упрашиваем. Если вам, конечно, не нравится, не ставьте лайки. Но было бы очень приятно. И мы будем... Это огромный труд. Было бы неплохо, да. Было бы неплохо. Вот считайте, мы... И нам нравится это делать, самое главное. Мы это делаем не потому, что нам надо, а нам это нравится. Да, если бы не нравилось, за мной бы бросили. Канал развивается у нас с апреля 16-го года. Хотя зарегистрирован раньше. Ну, стараемся каждый день ставить видео. Вы посмотрите, 1200 видео. Вот три года умножьте, это получается там 1000... Ну, примерно там 20, что ли, я не помню. А у нас 1200 по 1300 видео. То есть каждый день видео. Каждый день о чем-то мы рассказываем. Смотрите. Наш канал далеко не о политике. Наш канал не о чем-то одном. Наш канал о жизни. Об окружающей нашей жизни. Ну, что-то мы делаем, показываем, делимся. Как-то так. Может быть, мы не накрашенные, не разрисованные. У меня там нету. Да, боевой раскрасы нету. Трехэтажных бровей. Я вот нарядилась, как баба Клава, и не постеснялась поехать и на камере посниматься. А кто-то там наряжается, два часа готовится к съемкам. А я просто взяла, оделась и поехала. Да, ребята. Жизнь короткая. Если честно, вот сижу, редактирую и нервничаю. Знаете почему? Не потому, что я редактирую, а потому, что уже надо что-то новое. Что-то новое надо делать. Поэтому на все время не хватает. Ну, ладно, мы поехали. Давай, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Такой старенький мостик. Я не знаю, наверное, 50 уже, да? Как минимум. Он захлепанный. Даже, наверное, больше ему, чем 50. А вон там, слева, грунтовая дорога. Грунтовка. Не все асфальтировано, как говорится. Сейчас едем с дочерью и рассуждаем. Сейчас вы видели мужчину белый с азиаткой. Ну, дочь говорит, много таких пар с китаянками, с филиппинками. Я говорю, а почему так? Можно поехать вот тут, а можно вот сюда поехать. Поехали по дорожке? Так. Нету. Нету. И, говорит, дочь, очень много американцев, ну, женатых на китаянках, на азиатках. Ну, это хорошо, я считаю. Это нам внушают, что эти такие, эти такие. А что у меня дети? Представляете, какие красивые дети получаются? А вот дочь говорит, дети красивые получаются. Ну, да, кровь смешивается, очень красивая. Это так же, если томатный сок смешать со сметаной, да? Ну, получится. А вот Федя Блинов, царство ему небесное, мой друг был, Федор Блинов. Он смешивал томатный сок со сметаной, ты попробуй. Знаете, как классно? Не знаю, звучит, конечно, и нет. Ну, и цвет, а цвет красивый. Видите, хотя не наше было преимущество, но нас пропустили. Нам сказали, стоп сделать, машина должна попасть. Да. У нас знак был стоп, но, тем не менее, за рулем. У меня, знаешь, женщины пропускают людей гораздо лучше, чем мужчины, я заметила. Может быть, это мы... Я просто это замечаю, как это говорится, confirmation bias. Это когда ты ищешь информацию, которую ты хочешь увидеть. Ага. Вот. Ну, какое впечатление, что да, женщины лучше пропускают. А я свои пять копеек вставлю. А вот в Новоалтайске, ну, то есть в Алтайском крае, сейчас очень много водителей женщин появилось. И у меня впечатление, что женщины гораздо неохотнее пропускают пешеходов. Почему? Не знаю. Видимо, думают, что успеют. Видимо, ну, женщины больше заняты. Не знаю, почему. Ничего не хочу, Никита, плохого. Вот бутылка, буря, чтобы проехали. Бутылка стеклянная. А зачем она? Я тебя в 20-30 пока не видел. А я не увидел, если честно. Да, тут не дорога, тут дорожище. Я имею в виду велосипедная дорожка. Вот. Небольшенькие дома. Ну, мне вот нравится здесь, между прочим. Ну, мне нравятся вот эти конкретно. Ну, а это хорошие, видимо, раюсы. Ну. Какой? Небогатые, небольшие дома. Мне очень нравятся. Они самые лучшие. На них не скалываешься, знаешь? Ну да. То есть, поэтому их мало продают, да? Пользуются спросом. Вон велосипедист или велосипедистка. Пока мы только женщин двух видели, велосипедистов. Сейчас посмотрим, кто же это. Семья, по-моему. О, семья, да. Тоже тут тренинг, смотри. Так. Пока не ходит. Да, семья едет. Мама, папа и я, спортивная семья. А у нас тоже семья. Папа и доча. Блин, классные места, слушай. Тут и машины. Тут, наверное, вообще машины не ездят. Не мешают, да? Все тут машины ездят. Ну, я про это и говорю. Это велосипедная дорожка, что ли? Вообще, мне очень нравятся вот эти домики. Небольшие. И как бы закутки, и порядочек такой же. Вау. Там кто-то у нас про заборы спросил. Скажи, что заборов нет. Еще один. Давай, ты скажи. Кто-то спросил про заборы в каком-то видео, я уже не помню. Уже несколько раз. Заборов нет нигде, ребята. Вообще. Ну, у меня есть, я русская, мне нужен забор. В основном нигде нет заборов. Ну, не потому что я русская, а потому что просто. Смотри, это вроде бы район неплохатый, да? Баскетбольная площадка. Боле для футбола. Там он бейсбольный. Ну, то есть сделано все для людей. Короче, на великах, когда поездишь, больше увидишь, чем с машины, с окна машины. Едем по такой, типа, чаще, а дорога асфальтированная. Обалдеть. Это, понимаете, город 20 тысяч, а более крупные города, какие там велодорожки. Место для отдыха. А, это какая-то фирма, да? Вот металлические крыши. Вот еще карта. Мы сейчас находимся на главной улице города. Она нас приведет в центр города. А потом мы свернем на свою улицу, да? Потом мы свернем, можем доехать до церкви. Прямо даже не сворачивать. Прямо вот ехать напрямую, до тупика. Повернуть направо, а потом повернуть на лево. Мы будем наружать. Хорошо. Вот смотрите, еще одна церковь. Не знаю, что за церковь. Какая-то церковь. Фейт. Фейт, это, не знаю. А почему не знаю? Погнали. Поедем по дороге, потому что самое лучшее по дороге. А то, чтобы не встретились нам всякие там бордюрчики. Хотя тут их мало, но тем не менее. Ты думаешь, назад поворачивай, ты кричишь? Что ты не выйдешь, ребят? Пошлай, поезжай. Вон там, посмотрите, с левой стороны, я камеру навел. Старинная американская машина. Блин, как я их любил в 70-х годах. Смотреть. Смотрите, какая. Красавица. Бензин, наверное, жрет хер знает сколько, извиняюсь за мой французский. Какой-то французский. Давай-давай-давай Доча! Если в обратную сторону уехать, то к Юром приедем Как нет? Сюда же на юг! Ехать А, там поворот еще, на лево-направо, зайдет Похоронное агентство Дропкингс Монумент А вот здесь траки, то есть прицепы продают Видите? И опять бейсбольная поля Передаю привет Михаилу Куликову Моему Подписчику и зрителю Он тоже велосипедист Но в Алтайске в последнее время То здоровья подводила, то времени не было А еще Виталий Добрянский, я к нему заходила на канал И он снимал велосипедные видео Так что я думаю, ему это понравится Да, Виталию Добрянскому Привет! Переезды, ну не сказать, что супер мупер, но Нормально, отлично Смотрите, такие дома Как в фильмах Смотришь про ковбоев, только кирпичные, правда Но тем не менее Два этажа и все Никаких многоэтажек Самый высокий дом, по-моему, пять этажей я видел Вот здесь мы ходили, смотри Да, с дороги С велосипеда совсем другой вид Поехали Поехали И наш любимый Гудвилл Американский секонд-хенд Лариса обещала сходить Еще показать по вещам Да, а то мы Смотрели всякие там безделушки Типа украшения Ну вот, наверное, сходит скоро Вот еще одна церковь Церквей полно Ну все, ребята Путешествие по велодорожкам И по Неизведанной части для нас Неизведанная часть Бруклингса Закончилась Смотрите следующие видео Подписывайтесь Смотрите наши плейлисты Мы только Мы говорили в начале видео Что такое наш канал То есть он не просто Какой-то тема Там Ну, грубо говоря Велосипеды Или готовка У нас полноценный канал Разносторонний Разных На двух странах Да, даже на двух континентах Внутреннюю жизнь, да Не то, что там приехать Побывать где-то Сходить в торговый центр Да, и уехать Так что Всем бай-бай Говори дочке Пока-пока Пока-пока А вот и я Пока-пока Ой Велик отпустил В зад посмотрел И хотел без рук Еще и оглянуться Пока-пока Пока-пока